Если верить преданиям Иисус Крест пустой, Господь воскрес Ждет меня на небе, Зак, Отец Закричу я, что Иисус живой Он живой О, этот день, дивный день Иисус мой грех обыл О, этот день, дивный день Я не такой, как был Меня Он изменил На Кресте жизнь подарил Я не знал, а Ты всегда любил Иисус, я Твой, а ты Боль исчезнет нам всегда Будет радость и любовь Твоя Торжествую, что Иисус живой Он живой О, этот день, дивный день Иисус мой грех обыл О, этот день, дивный день Я не такой, как был О, этот день, дивный день Иисус мой грех обыл О, этот день, дивный день Я не такой, как был Иисус мой грех обыл Меня Он изменил Иисус мой грех обыл Иисус мой грех обыл О, этот день, дивный день Иисус мой грех обыл Иисус мой грех обыл Я не такой, как был О, этот день, дивный день Иисус мой грех обыл О, этот день, дивный день Я не такой, как был О, этот день, дивный день Иисус мой, грех, я не знаю, это день, день и день, я не знаю, это день, день и день, Иисус мой, грех, я не знаю, это день, день и день, 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 я не знаю, это день, я 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 знаю, я знаю, это день, я знаю, это день, я знаю, это день, я знаю, это день, я знаю, я знаю, это день, я знаю, это день, я знаю Изменил, 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 изменил. Давайте вместе со мной мы откроем книгу Бытия. Это первая книга. Книга Бытия. И мы посмотрим, что происходило. Бытие, 12 глава. Мы прочитаем с первого стиха. И благословятся в Тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. И Авраам был семидесяти лет, когда он вышел из Харана. Бог искал человека. И Бог все время ищет человека. Друзья, мы не должны забывать об этом. Бог хочет делать большое дело. Но Богу всегда нужны люди. Там, когда не будет людей, Бог пошлет воронов, которые принесут ломтики мяса. И принесут хлеб. И человек будет питаться. Там, где невозможно, куда не пройдет человек, туда прилетит ворон. Но там, где человек может дойти, и где человек может сделать, Бог хочет это делать через людей. Почему? Потому что мы, Его творения, созданные Богом на добрые дела. Аминь. Бог создал нас, Бог сотворил нас, Бог вдохнул Свой Дух в нас, для того, чтобы мы могли быть продолжателями Его дела на земле. Поэтому дьявол не любит людей. Дьявол не любит людей, особенно он не любит... Христиан он вообще ненавидит. И он их ненавидит потому, что они исполняют волю Божью. Вы слышите, друзья? Они исполняют волю Божью. Если люди, которые не знают Бога, Бог их любит очень сильно. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но вот когда человек достигает познания истины, тогда этот человек, человек, который знает, кто он в Иисусе Христе, он представляет огромную угрозу дьяволу. Потому что этот человек знает, что при имени Иисуса Христа, и когда верующий человек говорит именем Иисуса Христа, то дьявол повинуется перед именем Иисуса. И этот человек знает, что он в Иисусе Христе новое творение. Этот человек знает, что он сын и дочь Божия. И поэтому дьявол знает, что эти люди могут произвести столько много урона его царству. Дьявол знает, что люди, которые знают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он знает, что он не сможет их больше обманывать. Он знает, что эти люди будут нести благую весть другим людям, и они будут освобождаться. И поэтому он всячески хочет остановить это все. И поэтому дьявол ненавидит людей, которые знают Слово Божие, которые знают своего Бога. Итак, Бог очень сильно любит людей. И вот мы, вот эти люди, когда Бог хочет что-то сделать, когда кто-то молится и говорит, Господь, мне нужна кроватка, Боже, мне нужно, и Бог посылает людей, нас, кого-то из нас, которые обеспечивают. Бог посылает кого-то, который отвезет это. Бог посылает третьего, который соберет и обеспечит, и отвечает на нужду этого человека. Если сегодня есть кто-то, который нуждается в хлебе, в помощи, он молится Господу, он говорит, Боже, я не знаю, чем завтра кормить мои детей, или мне нужна поддержка. И Бог посылает людей из нас, из христиан, из людей, знающих своего Бога, которые слышат голос Божий, которые сердце расположено к служению людям. Эти люди идут и служат другим. Вы знаете, это невероятно, что может сделать человек, или что может Бог сделать через людей, которые послушны Богу. И вот я смотрю сегодня на нас, смотрю на нашу церковь, и поэтому сколько людей, сколько потенциала, сколько такой, вот в одном месте собрано. Иисус написан о том, что Иисус сказал, что Он послал людей, своих учеников, чтобы они шли в те места, куда Он сам хотел пойти. И эти ученики пошли, и они изгоняли бесов, они молились, люди освобождались, исцеление получали, ответы получали. Они пришли к Иисусу, все радовались и говорили, у нас все получилось. Кто куда-то нас послал, все получилось. Вы знаете, сегодня я смотрю на нас с вами. Это насколько много людей, которые имеют то же самое поручение от Господа. Потому что Иисус сказал каждому из нас, идите, проповедуйте Евангелие. Исцеляйте, воскрешайте, изгоняйте, делайте то, что вы увидели меня творящим. И вот сегодня каждый из нас, сколько нас здесь сидит, мы все имеем то же самое повеление и то же самое поручение. Бог всегда искал человека. Бог всегда искал, и Он продолжает искать. Те люди, кто откликаются на Божий призыв, те люди, которые слушают Божий голос, то сегодня перед ним открывается столько много возможностей. И когда он делает один раз, Бог еще начинает с малого, и больше, больше, больше. И этот человек становится таким неотъемлемым инструментом в Божьих руках. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас, мы были тем инструментом в Божьих руках, всегда готовым, всегда готовым на Божие дело. Бог сказал Авраму, чтобы он вышел из родства своего, из земли своей, и пошел в землю, которую укажет Бог. Были определенные причины, почему Бог сказал Авраму выйти из земли своей, оставить свой народ, оставить свою семью, и пойти в землю, которую Бог укажет ему. И Бог говорит, что я обещаю, что я сделаю что-то невероятное. Он говорит, я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Друзья, посмотрите, то обещание, которое дает Бог, это то, наверное, чего мы все хотим, того, чего все мы ищем. То есть, я буду с тобой, я произведу от тебя великий народ. Он говорит, я благословю тебя, и если Бог благословляет, то это окончательно, это просто бесповоротно. И написано, что я возвеличу имя твое, и ты будешь благословением. И все, кто благословляет тебя, я благословлю. И все, кто проклинает тебя или обижает тебя, я с ними буду сам иметь дело. Представляете себе такое обещание, которое, представьте себе, если Бог говорит, что я благословю тебя. И вот такое обещание было дано Аврааму. Друзья, это очень такое лестное обещание, ну, даже не лестное. Представляете себе, это мечта каждого человека. Сам Бог благословляет, сам Бог заступается, Он произведет имя великое, не я буду себе делать, а Бог мне сделает великое имя. Моих детей Он благословит, потомство Мое благословит, я буду великим и так далее, и так далее. Сам Бог обещает это все сделать. Но чтобы это произошло, Бог говорит Аврааму, оставь свой дом, выйди из земли твоей, от родства твоего, от дома отца твоего. Я укажу землю, куда тебе идти. И вот, друзья, об этом сейчас мы с вами поговорим. Те обещания, те, которые Бог обещал Аврааму, они были прекрасными. Они просто мечта каждого человека. Это моя мечта. Построить поколение, построить народ, произвести от меня отдельный народ. Представляете себе? Я буду являться родоначальником. Бог говорит, я благословлю тебя. У тебя с врагами, твои враги, это мои враги. Твои нужды, это мои нужды. И все я сделаю. Но для того, чтобы это произошло, для того, чтобы я мог это сделать, нужно кое над чем поработать. Бог призвал нас из мира, Бог нам дал чудесное обещание. И Бог будет держать, Он держит свое слово. Бог держит свое слово. Очень важно, подобно как Аврааму, подобно и нам, выполнить свою часть, которая не такая уже легкая. Есть некоторые вещи, которые нужно было оставить Аврааму. Есть некоторые вещи, которые мы должны будем оставить, для того, чтобы произошло то обещание Божие, чтобы оно вошло в силу, которую Бог обещал Аврааму и обещал нам. Смотрите, Бог сказал, чтобы он вышел из своей земли, вышел из родства своего. Когда мы приходим к Богу, Бог нас встречает на разных этапах нашей жизни. Одних встречает на высоте, на вершине, других встречает в самых низких местах, и Бог только знает, где нас подбирает. И это опять, еще и раз я удивляюсь тому, насколько Церковь Божье дело. Бог приводит людей, представляете, с разных концов, с разных социальных сословий, образования и национальностей. Бог приводит этих людей в одно место. И представьте себе, вот если мы знаем себя, если мы очень так, как бы критичны к себе, ну я же знаю, кто я такой. Люди-то могут думать, что я хороший, но я-то на самом деле знаю, кто я такой. И вот представляете себе, когда такая толпа людей сходится в одно место. Вот из этих людей состоит Церковь. Вначале мы очень неотесанные, непричесанные, и поэтому иногда, если вы кто-то в Церкви, сделал вам больно, и вы думаете, как это возможно, чтобы в Церкви это было? Знайте, что Церковь состоит из таких же людей, как вы и я. Это значит, здесь в Церкви это хорошая такая школа, хорошее место, где мы шлифуем друг друга. Где железо острит железо. Где мы работаем друг с другом. Где мы учимся уступать друг другу согласно Слову Божьему. Где мы учимся просить прощения. Где мы учимся вместе работать. И сам Бог, сам Бог наблюдает за этим процессом. И просто человек создал идею Церкви, и он, и этот человек, или организация наблюдает за тем, чтобы это все работало. Сам Бог создал Церковь. И поэтому Он наблюдает за тем, чтобы все происходило вовремя, и чтобы все было хорошо. И вот из таких людей состоит Церковь. И Бог нас привел. Но откуда Он привел? Очень часто это не самое хорошее место. И для того, чтобы Бог начал новый процесс в нашей жизни, для того, чтобы Бог начал нас учить, нам необходимо выйти из земли своей, нам необходимо выйти из роства своего, нам необходимо выйти из окружения своего, для того, чтобы Бог мог говорить в моей жизни. Земля, где жил Авраам, земля была идол-поклонническая, они поклонялись идолам, в частности, они поклонялись луне. Если верить преданиям, то семья Авраама и их семейный бизнес, они занимались изготовлением идолов, которым поклонялись народ той земли. И когда Бог проговорил Аврааму, Бог сказал, сделай определенный шаг, выйди, потому что я хочу создать этот большой народ. Я вижу в тебе, я вижу твое сердце, я вижу веру, я вижу твое стремление, и я хочу работать в твоем сердце, я хочу работать с твоими мечтами, я хочу, но надо что-то сделать. Очень часто, когда мы остаемся в том же окружении, где мы находились, это окружение, оно повлияет на нас, и мы можем остановиться в нашем рвении, мы можем остановиться в нашем горении по Богу. И Иисус молился о своих учениках, и он молился, говорил, отче, я молюсь, чтобы они, живя в этом мире, они были не от мира сего. Может быть, иногда для некоторых христиан и правильно, когда они только пришли к Богу, но ненадолго, как бы уйти от той компании, которой ты жил 20-30 лет. Может быть, если Бог тебя освободил от алкоголя, то очень важно отойти от тех людей, которые живут, или которые, ты возвращаешься домой, и вот они все ждут, чтобы что-то отметить, или сделать это то, что делали вчера и третьего дня. Иногда, может быть, важно поменять свое место жилья, переехать в другой город, может быть, или в другую квартиру, или найти другую работу, чтобы то, что влияло на тебя, больше не влияло. Может быть, те друзья и даже семья, в которой ты родился и жил, они определенным образом влияют на тебя, но сейчас ты пришел к Богу, и ты понимаешь, что возвращаясь домой, ты будешь опять, как говорится, среди волков жить, поволчьи выть, и тебе придется плясать под ту дудочку, и тебе придется опять как бы приступать к своим убеждениям. И, конечно, если есть возможность, и Бог поможет, увидя твое сердце, Бог поможет сделать вот эти решения, вот это движение, и Бог обеспечит всем необходимым. Но Бог хотел произвести кардинально что-то новое. Бог увидел сердце этого человека, Авраама, и Бог говорит, я произведу, я сделаю, я вижу этот человек, который готов, и говорит, сделай следующее, он должен был оставить. Друзья, оставить не так уж легко. Может быть, иногда нам кажется, но на самом деле это не так легко оставить и двинуться в другую сторону. Оставить свой бизнес, свое ремесло, которое ты строил годами, или, может быть, твоя семья тебе досталась по наследству, и ты же не хочешь, чтобы фамильный, ценности, фамильные, доброе имя, как бы оно пошло просто так, ты, это был большим вызовом. Оставить свой народ, пойти куда-то неизведанно, не зная, где-то качуя, конечно, это нелегко. Но если мы доверяем Богу, если в сердце у нас это желание исполнить волю Божьей, тогда мы сделаем эти необходимые решения, мы найдем себе силу, волю. Почему? Потому что Бог говорит, что я благословлю тебя, я благословю тебя, я построю тебя, я дам тебе великое имя, я позабочусь о тебе, твои враги, это мои враги, доверься мне. И сегодня Бог говорит нам, доверься мне, потому что я хочу через тебя сделать великое дело. Но для этого ты должен сделать тоже что-то со своей стороны. Друзья, я сегодня хочу обратиться к нам всем и я в том числе. Я знаю, что Бог делает большое дело. Я вижу то первое поколение верующих, которые приходят к Богу. Я вижу те битвы, с которыми вы встречаетесь, с которыми мы встречаемся. И однозначно вам перепало много. Первым поколением верующим перепадает, как правило, очень много за себя и за того парня. Если мы сделаем это усилие, если мы удержим наши позиции, если мы разобьем тот накатанный круг с Божьей помощью, сколько можно, столько и сделаем, то нашим детям однозначно будет легче. Мы строим новый народ. Сегодня каждый, кто пришел к Богу, то вы как бы строите, мы строим новое как бы колено, новое семейство, новую фамилию. И эта фамилия, как мы говорили в прошлый раз, она будет отличаться. Люди будут относиться к нашим детям не так, как они относились, может быть, к нам. Почему? Потому что наши дети, их отцы, их родители, их дедушки и бабушки позаботились о том, чтобы все то негативное изменить на позитивное. Все то, в чем люди потакали этих людей, в то, как люди относились, теперь уже прошло время, эти люди стали блаженными, эти люди стали благородными, Бог изменил. Вы знаете, когда-то Явис, это один из героев Библии, его имя было горечь, была горечь, болезнь, такое слово, которое определяло все эти качества. И представьте, мама ему дала это имя, потому что когда он родился, она очень в мучениях больших родила этого ребенка, и даже она умерла при родах, и она его назвала, его имя будет боль. И представьте себе, этот человек ходил всю дорогу, всю, он рос мальчиком, молодым человеком, и его имя было боль. И наверняка у него были какие-то клички, наверняка с этим было очень много связано, и это было нехорошо, это отражалось на его жизнь. И он молился Господу, он молился Богу, говорит, Боже, сделай что-то с этим, я не хочу жить, потому что это ограничивает меня, это просто убивает меня, это не дает мне просто развиваться. И написано, и услышал Бог молитву Явиса, и Бог поменял все, и все изменилось. Друзья, есть некоторые вещи, которые может быть нам надо посмотреть нашу жизнь, сказать Господь, пожалуйста, измени эту ситуацию. Я понимаю, что это ограничивает меня, я понимаю, что это какое-то пристрастие, или этот непобежденный грех в моей жизни, или что это тянет меня обратно, это передается моим детям, я вижу те же недостатки, или те же грехи в моих детях, вот начинают проявляться, что делать. И мы, ответственные люди, мы хотим взять с Божьей помощью всю ответственность и решить эти моменты, решить свои жизни, оборвать это, для того, чтобы нашим детям не пришлось бороться с тем, чем боремся мы, потому что мы знаем, насколько это трудно. Бог сегодня хочет поменять вообще все, все негативное, Бог сегодня хочет так сильно ворваться в нашу жизнь. С нашей стороны мы должны сделать тоже какие-то решения, мы должны оторваться от наших друзей, посмотреть, какие наши друзья, посмотреть, какие ценности есть у наших друзей. Сегодня это наш выбор. Вы знаете, есть люди, вы тоже наверняка знаете, для которых в их кругах очень ценно на каких машинах ездят. Это мужчины. Я видел и я участвовал и вы знаете, я понимаю, что это невысокие цели. Эти люди подъезжают на своих машинах и в их разговор идет о машинах. Слава Богу, у нас таких людей нет. Это не о нас, у нас таких нет. Это только в другой церкви и в Америке такие люди есть. А здесь у нас все хорошие люди. Но вот эти люди, друзья, они съезжаются, понимаете, и они и наши соседи. Вот они съезжаются и вот они ходят вокруг и они разговаривают часами, могут говорить об этом. Друзья, невысокие цели. Поверьте мне. Я знаю людей, которые ну, слынут гурманами и их цель как бы есть изысканную пищу. Вы встречали таких людей? Может быть нет. Понимаете, чем изысканнее, чем то это вообще-то считается. И вот каждый там какие-то привозят эти штучки, делится там все. И вот они собираются, вокруг их объединяет вот именно такие гурманские какие-то вещи. Плохо это? Да, наверное, неплохо. Хорошо ли это? Я не знаю, что в вечность это даст. Я не знаю, какие ценности будут перед нашим детям, которые дальше захотят это дело понести дальше. Потому что если наши отцы, то мы хотим что-то достичь еще большего. Стоит ли ради этой идеи умирать? Не знаю. Я бы нет. Ради этого я бы не хотел даже жить, тем более умереть. Какие ценности мы передаем нашим детям? Какие ценности мы передаем? Я задаю какие ценности я передаю своим детям и также нашей церкви? Что важно для нас? Я встречал людей, это тоже я понимаю, что в мужском кругу мы так говорим, но я слышал одного человека, когда его спрашивали, известный человек, артист, его спрашивали, ну вот вы много путешествуете, много концертов даете, как ваша семья, как ваша жена, вот ваше отсутствие, как она все? и он отвечает следующим образом, он высказался таким образом, я добытчик в семье, я охотник, то есть я приношу в дом пищу, моей жене, когда я уеду и когда я приеду, и это не обязательно знать, и вообще если я не приеду, не делю, значит так и надо, я с ней не делюсь о моих планах, с одной стороны, по-мужски, как бы, ну, мужчина ответил по-мужски, с другой стороны, ты думаешь, интересно, так ли это на самом деле, и вообще это несправедливо к тому человеку, с которым ты зовете, как ты можешь говорить, что все равно когда приеду, она что, сколько, неделю будет ждать, думать обо всем, или она вообще, у нее мозгов нет, чувств нет никаких, то есть это неправильно, если мы такой, если у нас так заведено в семье, я так отношусь к моей жене, то мои дети будут относиться к маме примерно таким же образом, и сын подрастет, и он женится, и он скажет своей невесте, ну, вначале он не скажет, но потом, когда крылья, когда оперится немножечко, да, он будет ей говорить, ты чего, женщина, молчи, сиди там у кастрюли, да, и молчи, и эти ценности мы начинаем передавать нашим детям, какие ценности мы передаем по отношению к церкви, к нашей, к любому телу, насколько это искренно, то, что мы передаем, мы можем заставлять наших детей молиться каждый вечер, читать Библию, но я уверен, что когда это исходит от детей, это исходит не от страха, или не от какого-то того обычая, есть хорошие обычаи, мы должны поддерживать, но, наверное, приходит тот момент, когда мы должны отпускать немножко вожи и видеть, что все-таки происходит, что к чему, мы не можем заставлять их до конца это делать, есть момент, когда человек сам должен приблизиться к Господу, будь это в детском возрасте, мы для этого даны, чтобы смотреть за этим происходящим, может быть, когда-то сказать, сынок, дочь, теперь время тебе решать твои взаимоотношения с Богом, теперь время, как ты думаешь, что Бог тебе говорит, но эти вещи это то, что возлагает о нас Бог, я вижу картину, если Иисус не вернется за нами в ближайшее время, я вижу счастливые семьи, счастливых дедушек и бабушек, которые воспитывают внуков, которые рассказывают им о своей жизни, рассказывают им о своей семье, рассказывают о подвигах, рассказывают о Библии, это для некоторых из нас уже наступило сейчас, для некоторых из нас наступит через 10, 15, 20 лет, если Иисус не вернется за нами, это так здоровая, зрелая картина, которую Бог хочет видеть, чтобы мудрость передавалась от отца к сыну, от дедушки к сыну, к внуку, это связь поколений, это то, что Бог сегодня делает, поэтому стоит бороться за свою семью, стоит одерживать победы в той или иной области, для того, чтобы мы сами могли быть такими убеленные сединою люди, мудрость передающие младшим поколениям, нашим детям, и делая дорогу нашим детям, чтобы они не проходили теми дорогами, которые проходили мы. Аминь. Бог представлялся людям, и Он говорил, Я Бог Авраама, Исаака и Якова. Я Бог, Бог поколений. Слышите, друзья, Я Бог поколений. Я Бог, Авраам передал веру Исааку. Исаак передал веру. И в чем заключалась вера? Сынок, Бог сказал, что мы оставили эту землю, в которой мы жили, мы поклонялись идолам, мы не знали Бога, мы жили так, как мы знали, но Бог сказал нашему дедушке, и наш дедушка вышел из этой земли, он оставил все, и он вышел, и вот эта земля, в которой мы живем, Бог обещал нам, вот мы здесь, и Он все это рассказывает, и рождается вера в сердцах детей. И уже это передается дальше, и дальше, и дальше, и поэтому сегодня спроси какого-то обычного еврея, скажи, почему вы претендуете на эту землю? Он говорит, как почему мы претендуем? Бог дал эту землю Аврааму, подожди, он пять тысяч лет назад, или четыре, сколько нам нужно, но он говорит, Бог дал нам эту землю, говорит, мы не отдадим ни кусочка земли, почему? Потому что Бог нам дал эту землю, так это было четыре лет, какая разница, Бог дал нам эту землю, понимаете, друзья? Он сказал, тебе и твоим потомкам навеки, мы не будем, мы будем отстаивать, Бог нам дал. И вот иногда нам нужно настолько быть твердый, в тверх Божьих обещаниях, Бог сказал, я буду отстаивать это. Я буду делать, ну конечно будем отстаивать, конечно будем отстаивать, а что делать? Не все же так, мы будем отстаивать, Бог, но Бог обещал. Бог обещал благословение в вашу жизнь, Бог обещал нам много, Бог обещал возвратить, поставить все с головы на ноги, Бог обещал, Давайте бороться за это. И когда наши дети спросят, а почему мы это делаем? Почему у нас такой праздник в доме? Почему вы отмечаете? А, сынок, это день, когда Бог вошел в нашу жизнь. Это день, когда мы с мамой почти были на грани развода. Это день, когда Бог нас соединил. Когда мы узнали, что в чем смысл всего. Это день, когда я обратился к Богу. И это был поворотным днем в моей жизни. Это стало поворотным днем в твоей жизни. Иначе ты бы закончил там, где я. Если бы Бог меня не встретил. И эти есть моменты, которые мы устанавливаем. Вот эти памятники, вот эти камни, вот эти основы такие, на которых равняется, не только которых мы помним, но помнят наши дети. И это передается в веках. И сегодня я хочу сказать, что блажен тот народ, который знает своего Бога. И который имеет таких здоровых людей. Знающих своего Бога. Это благословение для каждого народа. Несколько вещей, которых сделал Авраам, которые он сделал неправильно. Написано, что когда вышел Авраам из земли Харана, он взял с собой своего племянника Лота. Он взял, и мы видим, что с ним вышел еще отец. И интересно, что это было время молчания со стороны Бога. Пока был Лот с Авраамом, у Лота постоянно, Лот был человеком таким, у него были свои вопросы. И у Лота постоянно были стычки, претензии к Аврааму. Один день он пришел и сказал, вот мои пастухи, твои с моими не ладят и так далее, что будем делать? Давай разговаривать. И Авраам сказал, Лот, нет проблем. Если ты хочешь идти в эту сторону, иди в эту сторону. Если ты хочешь направо, иди направо или налево. Мне все. Говорит, скажешь туда, я пойду туда. Потому что Авраам знал обещание, которое Бог дал ему. Он сказал, я пойду с тобой, я буду с тобою. Я благословлю тебя. Твои проблемы, мои проблемы. Я позаботюсь, я тебя обогащу. И рядом с Авраамом и Лоту было хорошо. Лоту было хорошо, потому что он был рядом с Авраамом. И мы видим, что когда коснулось таких больших духовных решений, Лот посмотрел, он увидел землю Содомскую равнину, которая была вся зеленая, сказал, я пойду туда. Авраам сказал, иди туда. И мы видим, что Аврааму приходилось спасать этого Лота и раз, и два, и говорить за него, ходатайся за него, стоять за него, уговаривать Бога за него, молиться за него. Иногда такие люди нам попадаются, которые идут вместе с нами по жизни. И вроде бы рядом с тобой и они благословены, но они иногда столько много доставляют вопросов, и мы видим, что в итоге наступает время, когда с содержимого Лота, содержимое Лота, оно вылезло наружу. Все, что было, Лот посмотрел на долину, это его устраивает. Мы видим его, как бы, духовное состояние в том городе, не самое высокое. Мы видим, как он вел свою семью. Мы видим, что там были многие проблемы. И это очень часто говорит о том, что он был рядом с человеком, который получил Слово от Бога. Друзья, очень важно самому утвердиться в том, во что мы верим. Самому быть уверенным в этом. Спрашивать у Бога вопросы, свое направление, жить этой духовной жизнью. И мы видим, что Лот, читайте историю, как он закончил. Читайте то, что вышло, как бы, из чресла Лота, и из его великого содержимого там не было. И мы видим то, что Бог произвел от Авраама. Мы видим, что это вера, это полученное от Бога, вот это доверие Богу, вот это разговор с Богом, вот эта жизнь с Богом. Она не всегда была самая, как бы, процесс не самый легкий, не самый безопасный, но он был однозначно, он следовал за Богом. И поэтому иногда с собой не надо брать лишних людей, может быть, лишние какие-то идеи, которые, они с нами не по пути. Давайте мы все внимательно будем смотреть. И Авраам взял с собой немного, он взял своего отца, ему пришлось остановиться, похоронить отца, пришлось поговорить со своим племянником. И Библия говорит о том, что после дней этих было слово Господне к Аврааму. И сказал Авраам и так далее. Есть некоторые вещи, с которыми мы должны расправиться. там, где мы проявили может быть какое-то непослушание Богу. Решить, поставить, открыть, закрыть, передвинуть новую страницу для того, чтобы Бог начал говорить нам. И давайте, если Бог говорит о чем-либо, помните, что мы строим платформу для будущих поколений. Не только для себя, но и для будущих поколений. Аминь. Поэтому мы берем силы, крепости, отважно, смело смотрим врагу в лицо, берем, как говорится, быка за рога и мы решаем все эти вопросы. Аминь. Поэтому нам придется встречаться с ними, их будет немало, но то, как мы решим их, то, как мы одержим победу, от этого зависит очень много. Была у Авраама еще одна вещь, которая тянулась за ним. Вы знаете, Бог проверял Авраама на всех этапах, но один из моментов, вот как бы, то, чего передается в поколениях. У Авраама была очень красивая жена, Сара. Несмотря на то, что она была как бы старенькой, но она была очень красивая. И однажды он пришел в одну землю, в Египет, в частности, он пришел и приближаясь уже к Египту, он поговорил со своей женой и разговор состоял в следующем. Он готовился к этому очень долго. Приготовил ужин, накрыл, свечи зажег, в шатре, долго маялся, готовился, подарок купил хороший. все подготовился. И разговор был следующий. Дорогая моя, Сара, Сара, я знаю, что ты очень красивая. Она говорит, да, и первый раз слышу. Почаще бы ты мне говорил, ты очень красивая. Ты знаешь, вот я вот сейчас осознал, что ты действительно красивая. мы сейчас приедем в Египет, а эти мужики там, они очень падкие на красивых женщин. Я знаю, что их царь, он такой, у него репутация такая нехорошая. Слушай, если они узнают, что я твой муж, они меня убьют. Убьют меня. Тебе меня не жалко. Ой, жалко, жалко от себя. Они меня убьют, представляешь, как они меня будут убивать. Ну и все так далее, что он расписывается. Сара слезу пустила. Так, Сара, скажи, что я твой брат. Как ты, мой брат, ты же, не, ну ты же мне сестра, ты же мне двоюродная сестра. Ну да, так вот скажи, что ты мне сестра. И тогда из-за тебя и меня не убьют, ну и тебе, и мне будут. Ну тебе не знаю, но мне будет точно хорошо. Ну ладно вам, я тебя так и люблю, все хорошо. И вот прошло время, действительно, они приходят в Египет. Прошло некоторое время, заметили ее. И, короче, забрали ее в гарем. И вот, ну, Авраам, потом пришли и сказали, слушай, а кто эта женщина? Говорит, это моя сестра. Ой, классно, мы с тобой дружим, давай сестру. Забрали сестру, а она-то не сестра. И все закончилось тем, что Бог просто сверхъестественным образом вмешался в эту ситуацию. Вы знаете, Бог хотел произвести именно от Авраама и его жены Сары потомство. Бог не хотел, чтобы там никто не прикасался. Никто не должен был прикасаться. Это было новое, это был новый народ. Бог производит новый народ. Для тех из вас, кто еще не женат, не замужем, пусть никто не прикасается к нам еще. Оставьте себя для, приготовьте себя для того народа, который Бог приготовил для себя. От вас произойдет народ, от вас произойдет семья, дети, которые, ах, все остальное не коснется к ним. Вы понимаете, друзья, о чем я говорю, да? Писание говорит о том, что если кто, кто входит в блудницы, или как бы, кто идет к этой проститутке, он не только, не только, он не только венерические болезни может забрать, грубо, простите, но он всю ту связь, которая была по колее, вот все, что происходило, он становится частью той истории. Бог хочет, чтобы мы были чистыми. И Бог всех естественным образом вмешался, освободил Сау, и Авраам пошел своей дорогой. И вы знаете, что интересно, как бы было, такое, он, Авраам всегда торговался с Богом, говорит, начал с 50, закончил 10. Знаете, есть была такая в нем, такая жилка такая, поэтому, говорят, еврейская такая жилка была, поторговаться все нормально. Мы видим, проходит время, Исаак, у него тоже была жена, которую звали Ревека, правда, посмехаю? Она тоже была очень красива, и они столкнулись с такой же ситуацией. И Исаак делает то же самое, что сделал его папа, и тоже уговаривает свою жену сказать, что она его сестра. По сути, она и была его там, какая-то родственница, но, даже двоюродная сестра, но она же была и жена. То есть, вот эти, вот эти половинчатые какие-то, недоговоренные моменты, они разные, рано или поздно, нам нужно будет сдавать экзамен. Экзамен. Слышите? Этот экзамен будет очень, очень, сохрани нас, Господь, от этого. Поэтому, да поможет нам Господь с ними справляться рано, закрыть их, отрезать какие-то корни, отрезать какие-то вещи, и да даст вам Бог мудрости, как это сделать, чтобы не рубить сразу, а то отрубить и все. Слышите? С мудростью подходите к этому вопросу. Но однозначно, ваше решение, чтобы мы могли построить то новое поколение, то новый подход, который Бог хочет. Бог сказал, я построю, я позабочусь, я буду, благословлю тебя, я буду благословлять всех, кто благословит, не только я, но и люди будут благорасположение к тебе иметь, и все будет хорошо. Последнее, что я бы хотел сегодня заметить, и подумать, об этом. Пришло время, что умер, умерла Сара, любимая жена Авраама. И записано следующее, это история следующего. Бытие 23 главе, написано так, что он пришел и сказал, моя Сара умерла. и говорит, дайте мне, пожалуйста, мне надо похоронить мою жену, мою умершую. И он пришел в этот город, где он странствовал, там, где он жил со своими шатрами, и эти люди сказали, нет проблем, когда ты пришел сюда, как ты появился среди нас, Бог из-за тебя начал нас благословлять. И мы понимаем, что в нашей земле наступил мир, и говорит, ты как князь Божий среди нас, ты что, как мы можем тебе отказать в чем-либо? Ты же Божий человек, мы признаем Божье помазание на тебе и вообще. Говорит, возьми любой кусок земли, где тебе понравится, скажи, мы отдаем тебе его. Но Авраам сказал, нет, я присмотрел там себе кусочек земли, и мы видим, что он очень искусно преподал, что он присмотрел, и как это он сделал, время, когда он подобрал, при людях, человек обещал, и не мог, ну там, конечно, это высота торговли, но Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил слух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, которое ходит у купцов. И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамри, и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах вокруг него, владением Авраамовым, передачами сынов Хета, всех ходящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою в пещере, поле в Махпеле, против Мамри, что на них Хеврон, земле Хананской. Так досталось Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем собственность для погребения, и которая осталась за ним навсегда. Вы слышите, друзья? Так досталась эта земля в собственность Авраама. Мы говорим о том, что то, как он сделал, то, как он торговался, это просто школа великая, мы должны учиться из этого. Но идея, которая, когда они сказали, возьми, мы так тебе даем, Авраам сказал, он думал о поколениях. Он думал о своем сыне, он думал о своих пра-пра-пра, он думал о тех людях, которые будут жить в 21 веке. Поэтому это место Хеврон, и это то, за что и сегодня, когда идет речь о чем-то, он говорит, вот это место, которое Бог обещал, и которое вообще это собственность, Авраам купил за деньги. Он не занимал ее, он не взял на 99 лет в аренду, он взял, купил, это его собственность. Авраам думал о своих детях, Авраам думал о том обетовании, которое Бог сказал, что я благословю тебя и потомство от тебя произведу, которое будет в веках. Сегодня я хочу бросить вам вызов. Давайте те решения, которые мы делаем, давайте те битвы, которыми мы бьемся, давайте их так делать, так отстаивать, чтобы это отразилось на наших пра-пра-пра-пра. Аминь. И сегодня у многих из нас ключи в руках. Сегодня у нас есть слово от Бога. Сегодня есть эта битва, которую ведет каждый из нас. Но давайте учитывая эти моменты, давайте учась на примерах Слова Божьего. Давайте мы будем отстаивать это. Я надеюсь, я верю, что те, может быть, если можно так назвать, размышления, которые у нас были вот несколько воскресений, это, знаете, надеюсь, что они побудят нас думать об этом, побудят пересмотреть наши методы. Потому что я понимаю, что родить детей это несложно. Вообще несложно. От нас вообще ничего не стоит. Бог дает жизнь. Бог придумал, как все это должно происходить. Бог дает. Бог образовывает кости в утробе матери. Бог приводит к родам. Бог заботится. Бог дает жизнь. И иногда мы думаем, о, великое дело мы сделали. Сына родили, дерево посадили. А ты что, дереву даешь жизнь? А ты что, сыну свою даешь жизнь? И построил там себе дом. Великие достижения в жизни. Это неправильное, друзья. Это маленькое ограничение. Бог намного больше имеет для нас. В нас потенциал Божий. В нас очень много потенциала. Поэтому родить, это еще полдела. Это еще смотря, как он родился. Какие были мотивы. Но я верю, что мотивы у нас правильные. Я верю, что мы понимаем, что это не просто оторваться. Мы понимаем, что это строить новое поколение. Строить новое семейство. Строить фамилию, которая будет в веках. И скажут, была такая фамилия для Хейнштейнов. И сегодня есть эта страна. Ну, это так. Была такая фамилия. Вот, родоначальником были Леша с Кариной Тимошенко. И вот вы можете сегодня пойти посмотреть там их родословные. Аминь. Вот подобное, друзья. Вот это что-то стоит. Ради этого стоит жить. Аминь. И эти люди сделали такие инновации. Они просто для Риги вообще их дело производило столько много налогов, налогов, что государство отменило часть налогов, потому что им не нужно было столько много денег. Ну, подобные моменты. Подобные моменты. И вообще они открыли... Ну, это про вас, хватит. Сейчас про других. То есть, понимаете, мы можем написать эту историю так, а можно сказать, а эти, таких у нас нету, слава Богу, больше. Все они перешли уже в другие церкви. Но, а вот эти, они были таким, таким бременем для государства. Ну, так. Слава Богу. Я просто все заканчиваю, но я хочу сказать следующее. Смотря на вас, смотря на себя, зная, где вы могли оказаться без Бога, то слава Богу за Бога. Аминь. Слава Богу, что он нас нашел там, где он нас нашел. И я закончу словами, которые, с чего я начал, чтобы было правильно. По всем правилам науки. Смотрите. Пойди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ. Вот каждый, каждый, как бы, вот про себя скажите. Я вот скажу, Андрей, я произведу от тебя великий народ. Это я тебе говорю. И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословляющих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Ну, может быть, все не надо, но племя, среди которых ты живешь, благословятся в тебе люди. Ты будешь в благословении. Твое имя будет нести радость, надежду. Ты будешь кем-то. Друзья, давайте мы будем исповедовать эти вещи. Давайте мы будем говорить, Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе за эти обещания. Бавраме, это обещание, потому что мы дети Аврама через веру. Мы дети Аврама через веру. Это обещание принадлежит нам. Мы говорим, Господь, ты сказал, что ты благословишь меня. Ты сказал, что я буду родоначальником. Ты сказал, вот я, вот моя семья, вот моя жена, вот мои дети, вот моя работа. Господь, вот я, вот я, вот я. Я готов сделать, я готов выйти, я готов оставить, я готов оставить свои друзья, я готов что-то сделать для того, чтобы ты что-то делал в моей жизни. Во имя Иисуса. Иисус.